здравствуйте уважаемые коллеги с вами Евгений продолжаем изучать шоп тур сегодня видео будет посвящено тому как можно сделать пазы на торце детали мы будем стремиться сегодня к вот такому моменту где у нас есть три паза и я покажу как это можно сделать хочу сказать что данное видео опять же думано для новичков для тех людей которые только начали изучать данную программу ну которым это возможно будет интересно кто уже давно работает профессионалом данное видео наверное будет смотреть неинтересно также хочу сказать перед тем как будем работать в шоп турне хочу посоветовать на ютубе такой канал где канал называется обозреватель канал александра изотова есть пару уроков 5 уроков и где можно скачать и установить эту программу синутрейн почему например я советую изучать эти уроки потому что выбрав какой-то из этих уроков вы можете найти чертеж и можете уже найти готовая управляющую программу mpfg-code которую можно ставить в синутрейн и посмотреть как автор обрабатывает эту деталь ну и в принципе можете отточить некоторые моменты которые будут показаны в этом видео в этих видео как бы я считаю что это полезно я их смотрел и повторял за этим автором так давайте непосредственно сейчас перейдем уже в синутрейн и сделаем похожую операцию как создается новая управляющая программа я тоже сейчас это покажу значит нажимаете здесь на программ менеджер открывается у вас окно вы можете создавать как на локальном диске так какой-то папке ns я предлагаю создавать на локал драйв это на вашем жестком диске выбираете здесь у меня уже созданы некоторые парки но вы просто нажимаете на вот в этом меню new если у вас русская версия то будет написан новый и очень важный момент вы выбираете либо shop turn либо g-code значит сегодня мы будем использовать shop turn можете выбрать вот этот g-code и писать же кодами нас интересует shop turn создаете имя которое хотите этой программе можно писать словами что-то можно цифрами если у вас какая-то программа уже создана под каким-то определенным названием здесь вот мне из 5 и 5 то вы получаете такое предупреждение что эта программа уже за имя для этой программе уже существует и занято поэтому давайте назовем программу 5 1 5 и нажмем ok первое дело что получено появится это надо будет задать заготовку значит здесь написано work of set это наша привычная g54 g55 и так далее вот тут вот обязательно если выбираете на сторонке g54 то здесь должно быть g54 дальше заготовку мы с вами не описываем здесь ставим ноу задаем параметры нашей заготовки значит наружный диаметр да если у вас как бы появилась вот это меню уточнее такое отображение то можете здесь переключаться график view наружный диаметр будет 40 внутреннее отверстие 35 если отверстия у вас внутреннего нет то переключитесь вот здесь вот с цилиндра на трубу припуска по торцу нас не будет значит длина всей заготовки у нас будет 50 до кулачков будет 30 дальше один из самых важных моментов это у нас получается отводы инструмента по x а это по оси вот это его да получается вверх по x на получается 50 но 10 миллиметров больше чем по диаметру на по 5 в каждую внутренний отвод но в данный момент он нам не нужен это надо будет если используем расточку расточку либо обработку внутренней поверхности это очень важно и по оси z у нас тоже 10 миллиметров получается обратите внимание что где-то задано вот в абсолютных координатах где-то задано в относительных инкрементальных это тоже очень важно дальше где меняется инструмент и здесь у нас получается до какого раскручивается шпиндель это тоже вот эти параметры очень важны и теперь давайте будем создавать фрезерование на торце первое что надо будет сделать это надо будет выбрать вот эту вкладку фрезерование милинг и выбрать слот здесь есть несколько вариантов как будет выглядеть этот паз нам надо будет вот этот вот как вы видите уже есть такое пред превью что будет происходить как будет выглядеть наша деталь вот даже если еще немножко задержаться то начнется такой вот пред показ что получается значит первым делом обязательно выбирайте инструмент инструмент должен быть ориентирован вот таким вот образом если вы выберете фрезу вот выбрана таким вот образом вертикально они рега горизонтально обращенная к торцу то получите ошибку при генерации программы ну даже при симуляции точнее при симуляции поэтому мы с вами выбираем фрезу она у нас 5 миллиметров давайте здесь напишем 5 вот она получается здесь дальше вы выбираете режим резания можно переключаться метр в минуту можно выбрать подачу на звук дальше можно выбрать как скорость резания либо обороты шпинделя на вот здесь допустим пока на этом мы даже не обращаем внимание сейчас мы просто смотрим как создать эту траекторию дальше один из важных моментов мы выбираем фейс если выбираете персурфейс то получается пас сверху если выбираете фейс то получается в торце вы выбираете фронт как бы с этой стороны либо там стоить ну фронтальная поверхность дальше где у нас будет риф-поинт это где будет вот это вот вот этого . выбираем ее с этой стороны с правой то чтобы фреза заходила дальше есть разные варианты обработки мы сейчас только рассмотрим черновую это черновая получистовая чистовая чтобы почистить внутреннюю часть это стенки а это снять фаску дальше выбираем метод фрезерования лучше всего вот этот вот вихревой он должен быть на русском переведен дальше выбираем есть такой как сингл позыщена он так у нас три будут паза да то здесь лучше перестручить свою позыщен дальше задаем у нас геометрию вот этого паза получается у нас он будет шириной 10 здесь как бы сейчас не столько важно это будет 5 угол начала 0 глубина вот этого паза 5 расстояние между проходами фрезы перекрытия ну пускай будет 50 по 2 миллиметра идем в глубь и оставляем припуск почистовую обработку ну подтверждаем мы видим что получилась вот эта вот операция и здесь есть такая ступенька которая должна быть соединена с нижней какой-то операции если вы сейчас нажмете симуляшн то он покажет что не симуляция не может быть произведена и не хватает элементов а не хватает именно тех элементов где будут рассчитаны вот эти вот пазы поэтому заходим выбираются сверления да это может быть немножко так необычно что выбирали фрезерование потом почему-то идем в раздел сверления и здесь нам надо будет выбрать вот это вот позицию есть позиция так как у нас торце будут эти пазы на торце то выбираем вот этот вот следующий момент вот здесь получается у нас угол смещения пускай будет 0 на радиусе пускай будет на в 17 с половиной здесь опять же вот этих будет паза давайте начнем с двух два паза пускай будет фейс и фронт графическое отображение вот у нас эти два паза точки вот это их и соединяем их вместе и и делаем симуляцию можно немножко повернуть поворот идет за счет то что зажимаем правую кнопку мышки и можем вращать вот у нас все чудесно получилось теперь давайте изменим на 4 паза для того чтобы ускорить либо замедлить симуляцию здесь вот есть программ control можно добавить ну допустим до 120 можно скинуть до или можно вообще делать по операционного сингл блок но мы сделаем что забыл подсказать максимально быстро сделаем вот все очень красиво получилось 42 очень хорошо но давайте сейчас изменим на наши три привычные 3 вроде бы здесь все хорошо смотрим на симуляции и здесь мы видим что что-то пошло не так давайте скинем и допустим еще раз симуляцию с нуля значит первый паз идет очень хорошо а здесь уже идет непонятным каким-то так вот такой траектории и паз не получается получается как говорится обработка совсем по-другому выглядит что же такое случилось ну могу вам сразу сказать что за счет вот этих вот параметров выставить это не получится исправить по крайней мере у меня не получилось данной версии 4.93 может быть у вас все получится но я нашел решение такое что надо здесь в позициях выбрать не центр а как говорится с эксцентриком что мы можем задать относительно там чего-то да там со смещением но так как у нас эти пазы расположены по торцу на равных по равному углу то здесь вот мы оставляем все в нулях ну единственно здесь можно поменять как там будет идти допустим церковь и вот график view опять же видим что вот эти вот три точки все хорошо можно какую-то точку пропустить если вам надо но нам все все подходит и давайте еще раз делаем симуляцию и вот мы видим что первый паз хорошо обработался второй это второй был у нас и третий час для этого работка вот все три паза обработались хорошо давайте сделаем не 3 а 5 пазов и посмотрим как будет это выглядеть в программе давайте немного ускорим да есть еще один такой хороший момент что если нажать на можно посмотреть сбоку а можно еще сделать и можно посмотреть вот это вот чтобы можно было сделать отображение траектории вот видите получается вот это отображение траектории давайте сделаем еще раз запустим вот мы видим вот это выхревое фрезерование откуда приходит фреза как идет вращение ну в общем уже детально можно посмотреть все что происходит при обработке ну что ж на сегодня думаю все надеюсь данное видео было полезно новички что-то из него почерпнут а профессионалы ну возможно просто посмотрят и напишут свои комментарии на этом все спасибо за внимание до новых встреч пока как положение вот 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 Продолжение следует...